всем привет наконец я выкладываю обещанную видео инструкцию на модернизацию универсального трубогиба у которого бешеная производительность замечательный профилегиб который вышел зимой показался как отличный механизм он великолепно справляется с очень даже трудными задачами но как это всегда бывает практическое его использование показала возможность еще упростить и улучшить схему тут как всегда будут даны чертежи которым вы сумеете сделать трубогиб своими руками без токаря главное изменение схемы это отказ от лишнего металла в виде ребер жесткости платформа опорных роликов решено очень просто швеллер платформ перевернут а его полки теперь выполняют функцию этих ребер многие жаловались что квадратные направляющие иногда подклинивают в виде эксперимента решил в этой модели взять в качестве направляющей пары круг диаметром 20 миллиметров и 3 четвертную водопроводную трубу второе важное изменение это узел опорного ролика из того же 12 швеллера на прошлой модели опорный ролик опирался прямо на полке швеллера и усилий создаваемые трубой раздвигали подшипники создавая щель что иногда приводило к воду заготовки в другую плоскость теперь этот узел имеет боковые упоры которые позволяют избежать перекоса опорного комплекта и потери геометрии сечения трубы а шпилька теперь опирается на постели с половинки трех четвертной трубы поэтому зубцы резьбы не проминаются узел подшипника протяжного вала тоже упрощен теперь он сварен на основе уже знакомый вам копеечные серьги рессоры от газели при этом стало гораздо удобнее снимать колечки а вот вал остался прежним сваренным из блока старых 204 подшипников в бутерброд с сырыми шайбами он оказался до того хорош что я не поменяю его и на токарный если только токарный не будет закаленный отпущен по всем правилам этот вал сочетает себе практически токарную точную геометрию и великолепную прочность на его долю выпали серьезные испытания но он по-прежнему не имеет ни одной царапины ссылка на инструкции по его изготовлению под видео в описании для того чтобы работать с чертежами и схемами видео нужно поставить на паузу и сфотографировать экран или сделать скриншот экрана и потом распечатать его для работы и 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 перед тем как прихватить круг, вот этот кругляк к станине, обматываем ее скотчем и вставляем в ножки, тогда они получат строго соосны и не будут подклинивать при движении платформы Субтитры подогнал «Симон» Овальные отверстия помогут выставить вал строго перпендикулярно оси прогона трубы. Специальные видеоинструкции об изготовлении корпуса подшипника без токарки внизу в описании. Там подробный урок. Вертикальная линейка очень удобна при изготовлении дуг одинаковой кривизны. Очень важно при изготовлении всех элементов трубогиба наметить их с одной стороны, например, накернить керном, чтобы при сборке не перевернуть случайно какой-то элемент и не нарушить все симметрии. Болты, прижимающие корпуса подшипников к платформе, должны быть затянуты не до конца, чтобы корпуса двигались в вертикальном положении свободно. Но они должны быть обязательно законтрены контргайкой изнутри. Узлы опорных роликов могут крепиться по отношению к протяжному валу в трех положениях с каждой стороны. Этого достаточно для гибких и маленьких колец и больших длинных дуг. Те, кто занимается гибкой труб не понаслышке, представляют, какие усилия испытывает трубогиб при изгибе с раза двух труб 40 на 20, поставленных на ребро. Поэтому можно сказать, что испытания прошли успешно, просто великолепно. КОНЕЦ Друзья, в одном из следующих видео будет рассказано о том, что можно сделать с помощью этого трубогиба, как можно обустроить участок, украсить. А сейчас всем пока и до новых встреч. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok